ребят у нас 5 утра и куда мы едем правильно мы едем 5 утра стрелять мы сейчас едем встречаемся по дороге с Андреем Угловским и нам еще три часа ехать в открытый тир тяжелая дорога но оно того стоит но тень ки у ггд и 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 поздравил с 6 и e d Погнали, это 2,2 фунта будет выходить Ребят, мы приехали на открытый тир Сейчас будем стрелять, идет подготовка Ребята там все чистят, подготавливают Я первый раз в таком интересном месте На самом деле очень большая площадка Очень много разных точек Сейчас вы все увидите Давай, заряжай Ничего, не дают так стрелять детям по мишеням? Нет? Почему? Я не видел, чтобы, знаешь, приходили Чтобы детей, типа, именно, да Дети, самое младшее, я видел, у них было 12 лет То, что я видел И там 8 лет, понимаете Пойдем, сейчас Идем Пиш и пуза Пиши и пузыка Пусть и пузыка 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 И вот это очень сложный потому что это тяжелый слайд. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Меня зовут Алексей Калмыков И сегодня у нас в гостях бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский Андрей, здравствуйте У меня сразу же к вам такой первый вопрос И как можно сказать поздравление Поздравляю, что вы наконец-то сделали нос И да, и все мы хейтерам и всем сразу же ребят Нос сделан Нет, нос не делан в самом деле Просто левая сторона не дышала И доктор попросил, чтобы сделать только, чтобы дышала Но по возможности, я говорю, пожелания жены И некоторых моих товарищей Если может, немножко поровнее было Он говорит, хорошо, сделать все, что могу Без пластика, я говорю, с удовольствием Вот, ну, как, да То есть пластика никакая не применялась? Просто сделали... Ну, он был с левой стороны не дышал Видишь, как клюшка была завернута на левую сторону И доктор Эрик Сталники Сделал хорошую операцию Он в свое время, когда, если помните Тия Галдер дрался с Карлосом Канди Там, когда на колено нарвался И лоб, трещины пошли Нос в смятку Вот он ему делал И он мне посоветовал Обратиться к его доктору То есть, в принципе, не жалею Уже получается, ну, то есть, никаких последствий, ничего Ну, нет, он сказал просто, что рекомендую вам Чтоб 4-6 недель по носу Не получаю Я говорю, хорошо Поддержусь со спаррингов Поэтому, все нормально То есть, тренироваться, тренируюсь Сделаю все, как положено Но не спаррингую Окей, сейчас, наконец-то Точно, назначен бой на 27 апреля Почему наконец-то? Ну, наконец-то, все ждали, нас ждали Было запланировано изначально драться В апреле месяце Я хотел попасть на мероприятия в Питер Но Решили, что лучше недели экстра И в Майами И можно сэкономить деньги И на перелетах И на гостиницах для всей команды Потому что Не один тренер у меня есть В апреле беремся здесь уже Что вы скажете про своего соперника? Молодой, агрессивный Дерзкий, видел его бои Там Ведет себя после победы Как в свое время Титартистам закапывал своих оппонентов Которых выиграл А этот, типа, голову отрезает и футболит Ну, молодой, дерзкий Агрессивный Я сейчас Опять же, у вас постоянно череда Возвращений Потом Уходов Поражений И так далее Сейчас многие Я заметил фанаты И люди у вас Пишут в социальных сетях Что у вас опять огонь в глазах Ну, слава богу Это Ну, сколько можно проигрывать Ну, тем более То есть, конечно Когда соперник сильнее И Проигрыш как бы Очевиден То есть По превосходящему Там сопернику Или по его мастерству Это понятно Но когда Допуская глупые вещи И когда Выхожу без настроя То есть А кроме Как на самого себя На кого не попенеешь Поэтому Да У вас За день Или за пару дней До назначения боя Приходила Юсада Ну, Юсада меня вообще любят Как часто Они приходят ко мне В 18-м году Они вообще Ко мне приходили Пять раз Если не ошибаюсь Как минимум Пять раз То есть Меня, как правило До боя После боя И в промежутках Вот И да Они пришли То есть Нормально взяли Мочу, кровь И Через два дня Они проверяют все препараты Абсолютно на все И я выставил То есть Я постоянно выставляю Отсылаю Список витамин Протеинов Вплоть до Таблеток От головной боли Чего принимаю Потому что Чтобы пикограммы Не нашли потом Да Потому что Они То есть Они проверяют На все А я вот Смеха спрашивал А с вами пытаются Заговориться Он говорит Да Но я этого не слышал Я говорю Ну хорошо Это же такое бывает Я говорю Бразильцы Он говорит Без комментариев Андрей У вас подрастает Сын Трипл А Орловский Джуниор Вы очень много Ему выделяете Времени И Вы его отдали В секцию Тэквондо Почему Тэквондо И Видите ли его В дальнейшем В смешанных единоборствах Хотели бы Чтобы он занимался Начнем с конца В смешанных единоборствах В боксе Однозначно нет В спорте Если ему понравится Да А Знаете На самом деле Ему Тэквондо Отдал Только потому Что там Как мне казалось Нету спаррингов И по голове Не бьют Спарринги Как казалось Есть уже Он сдал На желтый пол Сейчас То есть Ему дали Красное кимоно Красную униформу Он уже Они там Друг друга Ногами пинают Вот Слава богу По голове не бьют Вот А по спорту Я хотел бы Честно говоря Хотел бы Чтобы он Там или хоккей Или бейсбол Бейсбол Я вообще не понимаю Но Сумасшедшие бабки Там Крутся В хоккее Ему нравится Вот Не знаю Времени уделяю Потому что Да То есть Второй сын У меня родился Вот 8 месяцев А в свое же время Я По 6-8-9 месяцев Проводил В бакерке Когда тренировался У Грэга Джексона То есть Малого Когда подрастал Вообще не видел Сейчас стараюсь Каждую свободную минуту День Час проводить С ним Сейчас едем Малого забирать На русский язык Ха-ха-ха Давайте Садись На Токмандо Едем Да Тяжело быть известным Адрес Да Тяжело быть известным Давай Вот я его в школу собираю Отвожу на автобус Потому что Безусловно Скучаю У меня этого не было Когда я был Маленьким То есть отца А у меня там Бабушка, дедушка Да мама Зады Смотрели Постоянно Я сегодня танцевал Тоже Павлина Тоже Танцевал Сегодня Чего ты нервничаешь Я когда папе Папа Если бы мне такое Руки бери Если бы мне папа так говорил Как я о тебе говорю Ты бы вырастешь Поймешь Нечего стесняться Нечего стесняться Андрюш Блин, я реально Какие-то сказали Да сто процентов Это сейчас С воздухом Понимаешь Да, да Что там поцеловали Те при всех Что-то обняли Поэтому стараюсь По максимуму По максимуму Время с ребенком Проводить То есть Насколько важно Все-таки присутствие Отцовского воспитания В сына Ну воспитание Да То есть Я не могу сказать Что я его сильно воспитываю Папа его больше балует Наверное Это все-таки жена Его больше воспитывает Ко мне он подходит Говорит Папа То дать все И все Папа Поплыл Вот Ну стараюсь Его везде Вот и на ренч Его брать С собой На фтер На полигон Пострелять И на тренировке Куда-то его постоянно Беру То есть Да Хочу Хочу Потому что Понимаете В Америке Что там Много всяких Нехороших вещей В плане того Что детям разрешают Все То есть Для меня Конечно Безусловно Важно И Лучше Чтобы он играл Там Грубо говоря С мужскими игрушками На фтере Например В пистолет Я стрелял В зале Там По мешку Бил Нежели Сидел Дома За компьютером Или в кукле Я бы играл В любом случае Важен Пример Ну Стараюсь Стараюсь Наверное Самый лучший Пример Для Ребенка Но Стараюсь Делать По максимуму То что Считаю Нужным И правильно То есть Время покажет Папа был прав Или нет Сколько у вас Еще по контракту Осталось Боев Нормально С контрактом Все в порядке Не переживайте Не переживайте Ну Это Слово Это не вам А хейтером Хейтером Окей То есть Пока Мы Еще Работаем Пока Нормально Второй Пошел Забег На За поясом Ну Скорее всего После Трех Поражений Все-таки Четвертый бой Признали На Откантест Потому что Поймали Хэрисона Допинге То есть Я сказал Наверное Третий Ну да То есть Подтверждаю Что Огонь в глазах Есть И я Пока Сдаваться Не собираюсь Я был На вашем Бою В Чикаго Когда вы Дрались Ту и вас Да И Действительно Я как зритель Смотрел То есть Люди Рядом Реакция была Неоднозначна Люди Все поняли Как бы Решение Я сам Не понял То есть Я хотел Многое Могучее Много сказать Ну После чего После драки Клакаем Махать Факт Завится Фактом К сожалению Ты и вас Ни чем Не поймали Поэтому Не аннулировали А судья Посчитали Что я Проиграл Вот Поэтому Ну Как-то так Каким Вы в своей Карьере Считаете Самым Сложным Поединком Ну Это Наверное Бои Против Педро Столько боли И таких Синих Ног Своих Я никогда Не видел А после Лоу-киков То есть Это был По-моему Второй Или третий Бой В UFC И Я скажу Вообще Зеленый Был А Педро Хизо Все-таки Десятикратно В то время Был чемпионом Бразилии По-тайландскому Бокс Удрался За титул И в третьем Раунде Он меня Уронил Вот Но На следующий День Я не мог Одеть Натянуть Джинсы Были Любовы То есть Скажем так Опыта И боли Я Наверное На пальцах Можно бои Пересчитать Где так Мне было Больно И Понятно Что можно Делать Чего нельзя Делать Во время Боя Есть Какой-то Бой Который Вы Хотели бы Реваншировать С каким-то Соперником Конечно Хочу Доказывать Понятно Никому Ничего Не надо Лично Для вас Мне 40 лет Кому Что доказывать Я уже Всем Защищал Титул И Сейчас В погоне За титулом Нет Безусловно Все Кому Проиграл Хотя бы Реванш Для каждого Боя На свое Время И Будет Возможность Будет Реванш Не Будет Возможность Значит Орловский Проиграл И Все Это Это Уже История Что В прошлое Смотреть Надо Жить Настоящим Строить Планы На Будущее Все Вы Начали Получается Подготовку К бою Да Знаете Я последние Два года Честно говоря Я не прекращаю То есть После боя Максимум Неделька Две Съезжу Там маму На вещью Дедушку Отдохну Там С женой Куда-нибудь И Все И Опять В зале Не скажем Не 365 дней В году Кем Кем Как он должен Быть Интенсивной Тренировки Ну Без дела Не сижу То есть И Когда Даже Вот нос Ремонтировали Мне Две недели Довтор Не поднимать Но для меня Это было Вообще Как каторга Я готов был Просто Я не знаю Это наверное Яму Выкопать И обратно Закопать Хоть чем-то Все занять Поэтому С малым На текланду Катался Я например Как бы Немного Знаю Про бои Но я Никогда С таким Не сталкивался У вас Ногти Накрашены Черный цвет Лаком Для чего Это Да нет Потому что Ноги Сбиты Ногти На больших Пальцах Сбиты Лучше Пускай Они будут Черные Накрашены Чем Безобразные С синяками Под Плюс Я еще Недавно Сбил Ноготь На правой Ноги Так Неприятно Я просто Как вариант Слышал Мне говорили Что Это Чтобы Крепче Ноги Были Крепче Ноги Да Вот С языка Сняли Крепче Ноги Были Ногти Были Да Только В этом Поэтому Когда Меня спрашивают Я Или Игнорирую Или Пытаюсь Объяснить Хорошо Как вы Всем Мил Не будешь Да Я вообще Никому не пытаюсь Слушайте Я же сказал Мне уже 40 лет Кому-то Что-то Угодить Или Правильно Сказать Для меня Это уже Не вариант Ваш Совет Людям Опять же Кто Занимается Спортом Кто хочет Попасть UFC Вы Как бывший Чемпион Молодым Ребятам Скажите Вот Есть Смысл Туда Ити Что Можно Поиметь Что Можно Потерять И Что Должно Быть Чем Чем Должен Быть Заряжен Чтобы Прийти К Этой Цели Это Наверное Ваш Вопрос На Несколько Четей Раздел Первое То есть Безусловно Надо следовать Своей мечте Если хочешь Попасть Надо Попасть Надо Сделать Все Что Возможно Попасть Другой Вариант Когда Тоже Попадешь UFC Посмотреть Надо Тебе Это Или Не Надо Из Своего Опыта Я могу Сказать Что Ну По Большому Счету Благодаря UFC У меня Наверное Популярность Из-за UFC И Все Что У меня На Сегодня Есть Это Большей Степени Благодаря UFC Потому Что Я Дрался UFC В Седьмом Году По Моему Я На Несколько Лет Покинул UFC Потом Опять Вернулся То Ну Как-то Так Ну Безусловно UFC Это Дело Моя Жизнь Я Не Сказал Потому Что Я Еще Живу И Выступаю Но Безусловно Это Важно И Объемная Составляющая Часть Моей Профессиональной Карьеры Это Факт То Надо Следовать Безусловно И То Что Я Понял И Я Не Понимаю Из Своего Личного Опыта И Я Смотрю На Некоторых Молодых Бойцов UFC Поражаюсь Ну Нельзя Так Плохо Говорить Не UFC Не Дэйна Вайт Если Тебя Не дай Бог Релизнули С контракта Попросили Тебя На Некоторое Время Из Компании Попроводиться Если В Других Промоушенах То Так Нельзя Во Первых Дэйна Вайт Он Руководитель Огромная Компания Которая Уже Сколько Там 20 25 26 Год На Плаву И Остается Одной Из Самых Лучших Если Не Самый Лучший Безусловно Самый Лучший В Америке То Есть Они И Конкуренцию Выставили У них Миллионы Тысячи Бойцов Через Них Прошли Поэтому У них Репутация И Руководители Компании Имеют Право На Своем Мнение Сказать Что Думаю О том Или Бойце Или О том И Бой И Мой Адрес Был Если Я Не Был Согласен Благодаря Менеджменту Леониду Каролинскому Он Говорит Если Чуть Не Нравится Давай Как-то Решим Правильно Это Скажем Без Мата Без Посылания Кого Куда Туда Далеко И Надо Сюда Быть Уважающим Себя И Твоего Оппонента Человеком И За Своим Базаром Как Говорят Нас Следить Поэтому Это Наверное Еще Одна Из Составляющих Того Что Дейновая В 2013 Года Обратно В UFC Взял То Немногие Скажем Так Бойцы Которые Покидали UFC Потом Имели Возможность Вернуться Проиграть И Потом Оставаться На плаву Оставаться В этой Компании Ну Не Зря Вы Не Ну Безусловно Во-первых То есть Понимаете Мне Тоже Порой Эмоции Захлебывают И мне Кочется Что-то Сказать Такое Надо Просто Немножко Выпустить Воздух Посидеть Подумать Надо Или Немножко Такие Последствия Могут Быть И Просто Поднять Правильное Решение Родоначальникам Одеваться Красиво На Взвешивание На Пресконференции Было Как бы Ваше Но Сейчас Это Превазывает Это Только Сейчас Начало Вот И Сейчас Каждый Спортсмен Приходит На Любое Пресс Конференцию В пиджаке И Хочет Выглядеть Как-то Во-первых Вы же Не забывайте С Европы Все Кто Приезжает Даже Если Нет денег На Поесть То есть Особенно Девочкой Не будет Выглядеть Хорошо Там И Косметика И Красиво Одеться Да Вы Безусловно Право Право В том Что Я С галстуком И С гелем На голове Грубо говоря Да Вот Сейчас Сейчас Это Все Ни к всему Ни горды Некогда Даже Надевают Костюм Чтобы Пойти В туалет То есть Ну Было И прошло То есть Для меня Уже Не принципиально То есть Я знаю То Что У меня У меня Жена Во-первых Со вкусом Постоянно Надевает Поэтому Помимо Костюмов У меня И другое Нормально Красивая И качественная Одежда Вот Сейчас В костюмах И некоторые Смотрю Там Пытаются Косить Под него Магрин Радачил Свою линейку Не Ну Молодец Слушайте Он сделал То Что Я должен Был Сделать В 2009 Году Когда Еще Я В то Время Подписался С Оскаром Белохой Golden Boy Promotion Я должен Был провести 10 боев Набить Рекорд И драться С Ключко То есть Он сделал Это Сейчас А я должен Был Это сделать 10 лет Назад Ну К сожалению Тогда проиграл Бой Емельяненьки После этого Еще последовало Три поражения Поэтому Golden Boy Все это Притормозил Ну Было бы Это сейчас Но я бы сейчас Наверное Сделал Был бы Помоложе То есть Ну Макгрегор Не нравится Но в плане Раскручивания И себя И линии То есть У него молодец Язык подвешен То есть Он молодец А вы знаете Что язык До Киева Под доведет Поэтому Он В этом плане Он абсолютно Молодец Ну Как бы Сейчас Получается Вот Как раз Это раскрутка Плюс Вы Правильно Сказали Что Медиа Больше Возможности Инстаграм Тоже Фейсбук Раньше Раньше Этого Не было Когда Это Все Начинало В 2000 Год То есть Ну 20 лет Назад Уже 40 Господи Вот Поэтому Вот Есть Какие-то Идеи Или У вас Планы Может Тренером Точно Не буду По Окончанию Да Спортивной Карьеры Нет По 4-5 Лет И Понимаете Много Интересных Вещей То есть Если Если UFC Посчитает Или Какая-нибудь Организация Встать Милокого Спорта То Да Ну Нет Я Таким Знаете Огорченным Сильно И Удрученным Не буду В жизни Очень Много Чего Интересного Дети Будут Подрастать Поверьте Я найду Чем Продолжите Актерскую Карьеру Ну Это Это Было Вообще В идеале Но В то же Время Отдаю Отчет Что Эйлист Актерами Я не стану Гамлета Я не сыграю Но Если Будут Приглашать То Почему Нет Нос Тем более Уже 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 Для Мебели И Какого-нибудь Там Бандита Или Делохранителя Играть Не буду То есть Посмотрим Почему Переехали Из Ленойса Во Флориду Ну Во-первых Я тренировался В Альбакерке Достаточно Долгое В штате Нью-Мексико У Грага Джексона Малой Когда был Вообще Маленький То есть Это Было Еще Ничего Но Когда он Начал Подрастать И спрашивать Жену Где Папа Где Папа Где Папа То есть Это Своя Вальс Сыграла Плюс Максимус У нас Умер То есть Я похоронил Надо было Сменить Обстановку Плюс Я уже подписался С новой Компанией Менеджментской First round Менеджмент Они сказали Приезжай Много тяжей И хороший зал Во Флориде В Хоконан Грик Ну давайте Почему нет Ну и переехал Плюс Немаловажно Что в штате Флорида Ноль процента Налог Налог штата То есть Экономия Большая В штате Ленойс Где Чикаго Это там Порядка Тринадцати Процентов Помимо Федерального Налога Поэтому Это составляющая Плюс Солнце Хорошая погода От холода Честно говоря Устали Все Поэтому Окей Как сказывается Смена Можно сказать Тренировочного Лагеря Или Вот вы сейчас Тренируетесь Американ топ Тим Вам больше нравится Чем Ну с точки зрения Тренировки Окружающей Окружающей Среды Наверное Бокерки Получат Все-таки Высокогорье А карамя Как тренироваться Там вообще Нечего делать И В тир Ходить То есть В этом плане Да Когда я был С собакой Там То да В плане Спарринг Партнеров В качестве Тренировок Наверное Я бы сказал Что Идти Все-таки Намного И На Лучшее Разнообразие Количество Безусловно Плюс Плюс У меня Хорошие отношения Остались И ему Дружеские Товарищи С Грегом Джексон Но Он Помимо Того Что Он И тренирует И очень Часто То есть Уезжал с бойцами На бои У него Еще там Свои Бизнесы Поэтому Он Не всегда Скажем Так Был В зале Сейчас Майк Браун Только Разъезжает Стив Мока Тренер По борьбе И Паулино Хернандес Мой Страйкинг В основном Постоянно Здесь Поэтому Для меня Безусловно Это Плюс Вы Упомянули В ходе Разговора Несколько раз Про своего Пса Питбуля Вашего Максимуса Вы Не хотите Нового Нет Сын Хочет Просит Собаку Для меня Это было Тяжело Максимус Со мной Был Мне Прислал Фанат Двух Щенков Одного Я отдал Своему Тренеру Первому По джиу-джитсу В Чикаго Дина Костелсу Максимус Себе Оставил Он Со мной Везде Был На каждой Тренировке На каждой Зале Один Из Пяти Питбулей Был Который Я мог На самолет Взять В гостиницу Там Латинцы У него Все эти Были И Когда Он Мне Пришлось Его усыпить Потому что У него Ликемия Крови Костей Началась Для меня Это тяжело Было Это член Член семьи То есть Нет Я не готов Может быть Когда нибудь Однозначно Не в скором Обозримом Будущем Все Андрей Приятно Было С вами Познакомиться Спасибо Мне лично Как человеку Вы Открыли Совершенно С другой Стороны Улыбался Больше Наверное Я желаю Вам успехов В предстоящем Бою В семье Сцену Вашему Успехов Одному И второму Здоровья Всего хорошего Андрей Прято Был Взаимно Спасибо Давай пятю Снайпер Ребят Вот и закончился Очередной Сюжет Он был Очень Насыщенный И интересный Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Задавайте Вопросы И Мы ждем Вас у нас На канале Если вы хотите Видеть Какого-то Следующим Нашим героем Обязательно Это напишите Напишите Какие вопросы Вы бы хотели Чтобы мы Задавали Нашим героям Так что Ребят Ждем вас На нашем канале До скорых встреч